Всем привет! Несколько недель назад ко мне пришел новый ручной пылесос от Xiaomi под названием Dream P10. Это самый бюджетный пылесос из линейки Dream, но по своему функционалу, мощности и дизайну очень даже достойный вариант. Поставляется Dream P10 в небольшой коробке, изготовленной из плотного картона. Она надежно защищает сам аппарат и комплектующие от разного рода повреждений при транспортировке. Дизайн упаковки минималистичный, в стиле Xiaomi. На ней нанесено изображение самого пылесоса и указаны некоторые его возможности и достоинства. Само устройство похоже на какой-то бластер из футуристичных фильмов и в комплекте имеет все самое необходимое для уборки и хранения. Он, кстати, занимает очень мало места в квартире, так как может храниться в вертикальном положении, а качество уборки нисколько не уступает традиционным пылесосам, я бы сказал, что он даже лучше убирает, чем обычные. Аккумулятора на 2000 мАч вполне достаточно для того, чтобы девайс проработал в течение 50 минут. Этого времени хватит для уборки просторной трехкомнатной квартиры, но это на самой минимальной мощности, а ее вам хватит для повседневной уборки, это точно. Собирается пылесос очень просто, без каких-либо инструкций. Агрегат укомплектован удлинительной трубкой, она из облегченного алюминиевого сплава, имеет легкий матовый блеск, на ней совершенно не будут заметны разного рода загрязнения, не останется пыли и отпечатков пальцев. С одного конца находится отверстие для того, чтобы ее можно было вставить в сам пылесос, а с другого предусмотрен шпиндель, предназначенный для подключения моторной щетки. Вместе с пылесосом идет щетка 2 в 1, она оснащена корпусом из софт-тач пластика с антистатическим покрытием. Подобный модуль разрабатывался изначально для очистки мебели, однако он вполне подойдет для уборки в углах помещений в районе плинтусов. Щетка с легкостью собирает даже малейшие частицы пыли, оставляя после себя идеально чистую поверхность. А еще данная щетка подойдет прекрасно для очистки потолка от пыли и паутины, причем не возникнет необходимости использовать лестницу, чтобы дотянуться до самых верхних точек. Далее есть моторизированная щетка, оснащенная мягким валиком. Последний является двухкомпонентным, он изготовлен на базе двухтипа ворса. Большую часть его площади занимает относительно мягкий ворс светло-серой окраски, темно-серые полосы изготовлены из жесткого ворса. Вращение вала происходит непосредственно по поверхности пола или напольного покрытия. Это помогает эффективнее бороться с пылью, собирать волосы и шерсть домашних животных, оставляя поверхность идеально чистой. Соединяется с отводящей воздух трубкой при помощи удобного и гибкого шарнира, который поворачивается на любой угол, что помогает пробраться даже в самые труднодоступные места, например под предметы мебели. Однако есть одно незначительное неудобство, вал может немного намотать лежащие на поверхности пола шторы, поэтому их желательно приподнять перед началом уборки. Этим пылесосом можно очищать мягкую мебель салона автомобиля. Еще одним важным фактором является незначительный вес агрегата, масса пылесоса составляет всего лишь 1,63 кг. Корпус блока сделан из легкого, но довольно-таки прочного пластика. По бокам есть выдувные отверстия, отводящие лишний воздух и обеспечивающие дополнительное охлаждение двигателя. Воздух перед выходом проходит через три системы фильтрации, поэтому в помещение он попадает полностью очищенным, лишенным даже малейших частиц пыли. Производитель оснастил аппарат бесщеточным двигателем с продолжительным ресурсом работы. Он обеспечивает вращение до 100 тысяч оборотов в минуту, за счет чего мощность всасывания достигает 100 Вт. Режимы всасывания переключаются на сенсорном дисплее. Девайс имеет 7 аккумуляторов емкостью 2000 мАч каждый, поэтому в режиме Эко устройство способно проработать в течение 50 минут. Всасывание происходит по многоконусной циклонной технологии. Пылесос затягивает в себя всю скопившуюся грязь даже из диванных подушек. Управление через смарт-дисплей, он светодиодного типа. Он довольно информативный, скажу я вам. На него выводятся данные относительно срока службы батареи и состояния очистки. Батарея полностью заряжается на протяжении всего лишь 2,5 часа. Вместительность мусорного ящика, забыл сказать, составляет 0,5 литра. Режим всасывания переключается на сенсорном дисплее, управление которым очень легкое. На нем вы выставляете мощность и видите, насколько заряжен аккумулятор. Если будут какие-то ошибки, то они появятся на дисплее. Также есть автоблокировка для того, чтобы не держать постоянно курок пальцем. А еще у пылесоса 5 ступеней фильтрации. Фильтр HEPA эффективно фильтрует микропыль, выводит чистый воздух. Хлопковый фильтр – это фильтрация частиц и защита самого HEPA. Многоконусное циклонное разделение – оно толкает пыль вниз в пылесборник. Сотовая фильтрация – захватывает крупные загрязнители. И циклонная фильтрация первого уровня – это первоначальное разделение частиц. Комплектующие пылесоса долговечны, их можно мыть в воде и использовать повторно после высушивания. Но я бы советовал продувать фильтра, а не мыть, так они прослужат еще дольше. А теперь давайте посмотрим, что он может в деле. Итак, ну что же, давайте протестируем наш пылесосик. Как вы уже поняли, он приходит в заводской упаковке, очень быстро собирается и можно приступать к работе всего лишь за несколько секунд. Раз, два. Пылесос очень легкий. Вот можете посмотреть, я его держу на вытянутую руку. Очень прост в управлении. Мне лично нравится. И давайте посмотрим, как он будет всасывать пыль. Я несколько дней специально некоторые коврики не убирал. Вот один смотанный лежит. И для того, чтобы протестировать данный пылесосик, ну штука, скажу сразу, футуристичная, красивая и стильная. Реально. Так, а теперь давайте посмотрим, сколько же мусора собрал. Я бы, честно говоря, просто в шоке. Смотрите, как много мусора. Давайте посмотрим. Вот щёточка. Щёточка чистая. Или вот иногда волоски жены иногда запутываются. Это один волосок. То есть, смотрите, щёточки чистые полностью. Вот эти вот серые, серая часть, она более мягкая. Вот эта вот тёмная часть, она более такая жёсткая. И когда вот эта вот штука собирает пыль, она ж движется, и получается, что пыль всасывается. То есть, вся пыль всасывается по-любому, как бы вы ни хотели. И всё, что собирает пылесос, всасывает пыль. Ну и давайте перейдём к другим тестам. А, ну ещё покажу вам сейчас наглядно, сколько же пыли поближе. Вот сколько пыли собрал пылесос с такого вот небольшого участка сковра. Фильтр. Фильтр, как вы видите, чистый. Вполне легко залаживается. Тут немножко морсинок вылазит. Я думаю, это круто. Это коврики с ванной. Специально где-то дней 5 мы их не чистили, не пылесосили. И посмотрим, сколько пыли наберётся с них. Завечу так же, что я сейчас включу на максимальный режим. Очень мощная, мощно всасывает. Видите, даже тянет за собой ковёр. Вот так. Даже давайте проверим. Вот это самая мощная. Мощный режим. Тянет за собой ковёр. Теперь давайте посмотрим средний. Уже не так сильно за собой тянет, но всё равно тянет. И самую слабую пробуем. Вот при самом слабом всё равно, если быстро пылесосить, то так же стягивает ковёр. То есть мощное всасывание, сами понимаете, что серьёзное. Попробуем пылесосить так же на слабом режиме, чтобы не было геморроя, скажем так, в пылесасывании. Ну и давайте посмотрим, сколько же пыли мусора. Опять же я в шоке, конечно, от таких маленьких ковриков с туалета. Вот можете наблюдать. Опять же, коврики маленькие, но из-за того, что пылесос... Вот у нас даже, видите, немножко воды, наверное, было. Пылесос мощнейший. Пыли достаточно. Очень даже достаточно. Если у вас линяют не только коты и собаки, но иногда ещё и жена, то могут быть вот такие вот нюансы с волосами. Но, благо, они очень легко решаются. Открываем нашу щётку, снимаем её и благополучно просто берём волосы и снимаем. Без проблем. Вот такой помощник появился у меня дома. Рекомендовать могу. Как вы видите, занимает он совсем немного места, лёгок и удобен в использовании. Также можно вот этот через низ, он подзаряжается. Это у нас P10. Dream P10 самая дешёвая модель в линейке. Но, я думаю, вот эта модель справится со всеми вашими нужными. Там дальше есть ещё другие крутые пылесосы. Они уже там морющие, там у них насадки уже крутые. Если вам нужно просто убирать дома ковры, не ковры, любые поверхности без крутых там наворотов, можете присмотреться. Модель бюджетная. Я вот в Альдорадо зашёл, посмотрел, сколько там стоят ноунеймы, сколько стоят там Самсунги. Я немножко прибалдел, скажем так. Это у нас Xiaomi. Качественный товар. Вот так что вы сами уже смотрите. Спасибо за просмотр. Пишите своё мнение про данную новинку, про данный пылесос. Пользуйтесь ли вы подобными. Мне будет очень интересно. А эта штука меня очень даже устраивает. Честно говоря, я немного обалдел, так как она чистит. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Жду ваши комментарии, жду ваше мнение. Ниже я их все читаю. Пока.